В эфире итоговый выпуск программы Букинформ. Я, Павел Белявский, корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте? Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым и насыщенным. Коротко о главных событиях. Одни живут на этой земле, чтобы наследить, а другие, чтобы оставить след. О ветеранах Великой Отечественной войны Аркадии Моисеевича Бляхери и Федоре Митрофановича Депове. Специальный репортаж Лариса Осмолович. Награда за создание мира, где живет счастливое детство под чутким руководством человека с большим сердцем. Материал Анастасии Стропко о Галине Янголенко, заведующей детским садом Черемушки, удостоенной за многолетний вклад в воспитание подрастающего поколения медали Франциска Скорины. Шоковая заморозка от берестейского пекаря. Предприятие расширяет границы своих возможностей, внедряет новые и современные технологии и разработки, что помогает увеличить географию продаж и количество благодарных потребителей. Обсуждаем актуальное. Нужно ли детям и родителям обучение с пяти лет? Анастасия Ноздрин-Плотницкая встретилась со всеми сторонами открытого диалога и узнала их мнение о нововведении. Прямо сейчас об этом и не только. О мудрости, о доброте, о богатом жизненном опыте человека, прошедшего через горнило Великой Отечественной войны. Человека, жизнь которого – пример верного служения делу, людям и своей стране. Жизнь, которую смело можно назвать легендарной. Об Аркадии Моисеевиче Бляхере – следующий материал выпуска нашей программы. 19 января Аркадий Моисеевич отпраздновал свой 94-й день рождения. И, как всегда, в этот день поздравить его со столь знаменательной датой пришли друзья, коллеги по Перу, ученики и последователи. Книги, фотографии, памятные сувениры, уютное кресло и письменный стол, за которым в свои 94 года Аркадий Моисеевич проводит много времени, вспоминая, анализируя, оценивая и записывая. Такова обстановка уютного дома ветерана Великой Отечественной войны, почетного ветерана города Бреста, старейшего журналиста Брестского края Аркадия Моисеевича Бляхера. Через всю его жизнь прошла Великая Отечественная война. Участник Сталинградской битвы, начальник разведки арт-дивизиона 230-й стрелковой Донецко-Берлинской дивизии в боях под Сталинградом, получил сложнейшее ранение, выжил и продолжал защищать родину, дошел до Рейхстага и расписался на нем вместе со своими однополчанами. Сталинград и победы над фашистами – самые яркие и по сей день живые воспоминания Аркадия Моисеевича. Как обычно принято, когда исполняется такая дата, начинаешь перелистывать страницы прошедших лет и дней, вспоминается самое такое яркое, событийное. Ну, для меня, для моего поколения – это война. Война для меня оказалась всю жизнь, эти поиски, розыски, все бы то ни думал, я все сравниваю с войной. Та дружба, на том, что там вот встреча с Симоновым, который заявил, что война эта мерила дружбой, это дружбой, что не только там о войне, о самих боях говорил, о взаимоотношениях на фронте. И вот это как бы подтверждение. Наши интервью с Аркадием Моисеевичем часто прерывалось. Звонили друзья, товарищи, те, кто в этот январский день не забывают об имениннике. Рады вас видеть в добром здравии, рады вас видеть, что он мой друг в одноклассниках в социальной сети. Он друг у меня в одноклассниках, да, так что... Аркадий Моисеевич, дайте я пожму вашу руку. Мы с подарками, все потом разберемся. Антоничана Михайловна, как всегда, свидания. Я свидания и буду, опять же, еще целовать, как всегда. Как моего любимого мужчину, дорогого. Здравствуйте, Геннадий. Как вы же нас на роду? Уже более 10 лет, оставив все дела, приходит поздравить его с днем рождения начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Татьяна Гагакова. Председатель Совета ветеранов Мария Гладун и, конечно же, председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук, признавшийся, что Аркадий Моисеевич даже в соцсетях в списке его друзей. Абсолютно очевидно, что будущее города строится на биографии, на судьбах тех людей, которые строили этот город в сложные времена в данной ситуации. Это наши ветераны, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда. Поэтому сегодняшний день, сегодняшний день рождения Аркадия Моисеевича, это не только его личный праздник, это, наверное, событие для всего города. Потому что именно опираясь на такие биографии, на такие судьбы, на такие подходы жизни, можно видеть перспективу нашего города, перспективу города, который сочетает в себе удивительные качества. Города-героя, города-патриота, города, который имеет тысячелетнюю историю, и города, который устремлен в будущее. Вот почему у нас хорошая, замечательная традиция посещать его на каждый день рождения дома. Я очень надеюсь, что этой традиции впереди еще не один год. И уверен, что опираясь на таких людей, как Аркадий Моисеевич, опираясь на их взгляды на жизнь, даже сейчас в этом уже, в относительно зрелом возрасте, можно видеть и нам, как управленцам, перспективу более глубокую, более далекую, что же делать сейчас, какие решения принимать именно сейчас. Поэтому замечательный повод, замечательный день, и дай Бог ему здоровья. Цветы, подарки – приятно знать, что о тебе помнят. Но самое важное для Аркадия Моисеевича – общение. Он в курсе всех событий, происходящих в городе и области. Но услышать, что волнует, за что ратуют сегодняшние руководители, какие у них планы, имениннику весьма важно. Это его подпитка, ведь он журналист и по сей день, по духу, по призванию. Высшее наказание – невозможность писать. Одно из условий долголетия, когда работает мозг. И вот я, так сказать, сам на себе это испытал. Не зря я вспомнил все эти травмы и другие хворобы и так далее. И достигнуть такого возраста я, по сути дела, рекорд поставил. Среди журналистов я самый старший. Среди однополчан последний оказался. Самый живой. Где стремление что-то сделать полезное, вот это вот меня… Стимулирует к жизни. Все время сопутствует мне в жизни. Аркадий Моисеевич – бляхер, человек широкой души. Творческий и многогранный, легкий и интересный. Через многое прошел. Но часы испытаний закалили, но не придали жестокости. Стал тверже, но не злее. Бытует мнение, что в столь зрелом возрасте следует подводить определенную черту под годами жизни. Это как бы является своеобразным мостом между завтра и вчера. Аркадий Моисеевич никакой черты не подводит, считая, что жизнь продолжается. В 90-летний юбилей отпраздновал 15 января еще один брещанин, ветеран Великой Отечественной войны Федор Митрофанович Депов. На протяжении долгих лет своей славной жизни Федор Митрофанович отличался упорным трудом, преданностью делу, активной жизненной позиции, трепетным вниманием к жизни Бреста и большим желанием служить людям. В знатный юбилей он принимал поздравления за боевой и трудовой подвиг, достоинство и благородство от представителей городской вертикали власти, от боевых товарищей, членов комитета ветеранов Великой Отечественной войны. Насколько все-таки эта жизнь, которую вы прожили, вот этот достаточно внушительный отрезок времени, 90 лет, он был для вас и сложным, и порой трагичным, напряженным, и в то же время наверняка радостным и замечательным. Читая внимательно ваш трудовой путь, я обратил внимание на то, что в большей части вы посвятили свою жизнь трудовую в защите нашего Отечества. Федор Митрофанович прошел суровую школу армейской службы на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. В 16 Федор Депов стал партизаном в качестве рядового группы, затем отряда 17-й бригады Могилевской области. За этими скупыми фразами «Жизнь человека, гражданина, патриота». Прошли в Смоленскую область, в Могилевщины, в Гомельской области ходили, на проне, на реке стояли. Потом в октябре 1943 года соединились с Советской армией на реке Сож, когда это была Курская, с Курской дуги наступали наши. Фронт остановился как раз на нашей территории, ну, скажем, на моей родной деревне, где я родился, и простоял 9 месяцев. От деревни ничего не осталось. Всю свою жизнь он накрепко связал с армией. Стал курсантом 39-го учебного стрелкового полка, затем курсантом 540-й артиллерийской бригады, а с послевоенного 46-го командиром орудия армейского истребительного противотанкового артиллерийского полка, старшиной батареи. В Бресте его служба началась в 1957 году. Старшина в отставке ДЭПа награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени и семью медалями. Одна из них – за боевые заслуги. Самое важное в жизни – это семейное отношение, отношение в семье. Если они будут хорошими, крепкими, жить сложится хорошо. А если плохие, об этом говорить не надо. А в чем тогда секрет семейного успеха, семейного долголетия? Чтобы друг друга понимали. Жена понимала мужа, муж понимал жену. Чтобы все было обоюдно. А так, если один влез, а другой под рова, то не получится. И сегодня Федор Митрофанович ДЭПов находится на передовом рубеже. Является своеобразным золотым фондом патриотического воспитания нашей молодежи. Он активен, бодр и счастлив. Ведь рядом с ним его супруга, его дети, внуки и правнуки. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. В следующем материале выпуска речь пойдет о Галине Янголенко. Многие брещане знают о ней не понаслышке. Уже три десятилетия она возглавляет одно из дошкольных учреждений областного центра Брещины. Яслисад номер 69. Который больше известен под своим вторым, к слову, тоже официально признанным названием. Черемушки. В конце 2016-го многолетний вклад Галины Андреевны в воспитание подрастающего поколения был отмечен медалью Франциско Скорины. Она стала четвертым жителем Бреста, представителем системы образования, удостоенным такой высокой награды. Наш корреспондент Анастасия Стропко решила узнать о секретах успеха из первых уст. Подробности в следующем материале выпуска. Галину Янголенко наша съемочная группа застала за работой. А как иначе, четкое функционирование пусть единого, но очень подвижного организма под названием Яслисад Черемушки требует постоянного внимания и заботы, а еще любви. К слову, именно это чувство по отношению к детям, к работе и жизни в целом считает главным секретом успеха Галина Андреевна. Это живой организм, и тут живет детская душа, и тут живет добро, тут живет сказка, тут живет радость. Тут работает хороший коллектив, люди любящие детей. Сюда приходят те, кто нам их доверяет, а мы стараемся оправдать их надежды. Потому что Черемушки, ну это родной дом, это дом для детей. О своих наградах, почетное место, среди которых заняла медаль Франциска Скорына, Галина Андреевна много не говорит. Признается, внимание приятно, однако вместе с тем это большая ответственность. Конечно, это очень ответственность большая. Ну и эта награда не моя, это награда всего коллектива, это награда всех тех, кому я обязана за науку, за практический жизненный опыт. Своей маме-педагогу с 40-летним стажем в одной деревенской школе. Было очень волнительно, ну и, конечно, радостно было, потому как это великая награда. Это награда обязывает. Теперь мы вообще не имеем права ничего плохо делать, об этом уже обсудили в коллективе. Когда я приехала, меня поздравили. Братцы, плохо работать не имеем права. Сегодня в Большом доме Черемушки более 230 мальчиков и девочек укомплектовано 11 групп. Всех своих воспитанников Галина Андреевна знает не только поименно. Особенности характера, семейные истории в деле воспитания, уверенно, опытный педагог и руководитель мелочей не бывает. Дети, к слову, на такое доброе и внимательное к себе отношение отвечают старицей. Вы любите ходить детский сад? Да. Да. Почему? Потому что мы любим в нем гвать. Кто такая Галина Андреевна? Это заведующая. А она какая? Добрая. Любит очень детей. Они добрые, хорошие. Заботится о детях. Солидарны с мнением юных брещан и жители областного центра постарше, коллеги Галины Андреевны, а также родители ее воспитанников. В работе добрым, как всем же, не будешь. Как я уже говорила ранее, что она очень справедливый человек. Она где-то нас поругает, где-то пожалеет и где-то что-то подскажет, где-то куда-то направит. Мой ребенок ходит с удовольствием в сад. Первые пару дней, особенно как мы только пришли, для нее это было все новое. Она не хотела уходить домой. Воспитатели замечательные. Она там пряталась за них и говорит, что все что угодно, мама, уходи, я остаюсь в садике. В принципе, мы не нарадуемся. Нам очень нравится здесь. Воспитатели хорошие, заведующие наши замечательные. Относятся хорошо к деткам, переживают за деток, полнуются. Устраивают все. К слову, в мае 2017 года Черемушки отметят 30-летие с момента закладки первого кирпича в основании здания. Это особенный день и для всего сада, и для его бессменного руководителя. Галина Андреевна принимала участие в процессе строительства. Занималась обустройством большого и уютного дома для малышей. Прошло не одно десятилетие, но процесс этот создания мира, где живет счастливое детство, не прекращается и по сей день. Под чутким руководством человека с большим сердцем. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор на актуальные темы. Люди героической профессии, люди, на счету которых тысячи боевых выездов, оказание всесторонней помощи жителям, на этой неделе отметили праздник – День Спасателя. В МЧС служат те, для кого любые сложности по плечу. Брестские огнеборцы тому пример. Хорошие показатели года ушедшего не дают усомниться в этом. О том, какие они, брестские, МЧСовцы, расскажет наш корреспондент София Бережная. Они смелые и быстрые. Они пожар тушат. А как они это делают? Огнетушителя. А если большой пожар? Тогда они пользуются шлангом. У папы есть пожарная масона. Я видела очень много раз пожарных, когда ездила в садик. Они знают, что огонь тушат из пожарного рукава, что игры со спичками приводят к печальному финалу. Многие из ребят даже мечтают стать спасателями. Они могут только догадываться о том, с чем приходится сталкиваться огнеборцам, будучи на посту. Профессия спасателя требует полного контроля над ситуацией, нелепая случайность, неосторожность людей, возгорание сезонного характера. С последствиями такими и не только сталкиваться им приходится регулярно. Решать задачи разных уровней сложности для брестских спасателей – привычное дело. Эффективность работы зависит от их профессионализма. Ряды брестских огнеборцев ежегодно пополняются новыми кадрами. И им есть на кого равняться. За 20 лет все было. Работа впечатляет. Каждый день что-то новое. Вызовы не повторяются, они все разные. Надо подготовиться. Мы все подготовленные. Все выезжаем. Знам, что уже делать. Моя профессия для меня – это то, чему я посвятил чуть более 15 лет. Отдельными кадрами в памяти у меня отразились обучение в высшем учебном заведении начальном и, конечно, обучение в Московской академии, которая дала мне определенный набор знаний, которыми я до сих пор еще пользуюсь. Какой бы надежной ни была техника, человеческий фактор играет первостепенную роль, когда на счету каждой минуты выбирать не приходится. Здесь важно грамотно действовать. 24 часа в сутки они должны быть готовы к любым сообщениям. Вариантов обращений множество. Об этой стороне любой крикопомощи не представляется возможным. Река Лесная, район Остромечево, подводный охотник обнаружил на дне реки лесной сосуды с ртутью. И один из них оказался поврежден, и ртуть разлилась прямо на грунт, на дно реки. Ну, пришлось в подолазном снаряжении считать спуск и сбор ртути под водой. И даже такие случаи полностью не отображают, насколько широк спектр деятельности людей, выбравших эту профессию. Они приходят на помощь по первому зоу и всегда доводят дело до конца. Нам нравится сотрудничать с коллегами из Бреста. У нас одно общее дело, одинаковый подход к работе. Мы начинали сотрудничество с подписания международного проекта. Служебные отношения давно перешли в дружеские. Нам есть чему учиться друг у друга. Мы организовываем совместные учения. Нам нравится общаться и приезжать в гости к брестским коллегам. Звонков, поступающих в МЧС, масса, и все они разные. Причин плачевных ситуаций огромное количество. Основную часть составляет неосторожность людей, невнимательность и беспечность. Полу такая, что не выключил газ, по-моему, или что, теплоту там. И пришел, сидел, и делюсь. Потом уже чуть-чуть кастрюля не сгорела. С такими случаями сталкиваться приходится регулярно. Профилактика – способ достучаться до населения. А потому спасатели то и дело наведываются в гости к нарушителям правил безопасности. Предупредить – значит избежать неутешительного финала в дальнейшем. Работа сотрудников МЧС многогранна и непроста, но от того и привлекательна для тех, кто не боится трудностей, кто способен рисковать во благо других, кто способен на сочувствие и оказание помощи и делом, и словом. Результаты ушедшего года подтвердили. Каждый сотрудник МЧС – это профессионал своего дела. Человек, который готов порой в тяжелейших условиях выполнять свой служебный долг – оказать помощь людям, попавшим в беду. Бок о бок вместе со спасателями в самых сложных ситуациях работали и сотрудники правоохранительных органов, и медики, и представители власти, и волонтеры. Сложенная работа и грамотный подход к решению задач позволили сохранить в городе стабильную обстановку. Спасатели Брестского городского отдела в 2016 году принимали участие в тушении 86 пожаров. Спасено 21 человек. Это говорит о многом. Это говорит о профессионализме, о мастерстве работников городского отдела. Я уверен, что в любой ситуации спасатель отдела придет на помощь, независимо от того, какая сложилась обстановка, но он протянет руку помощи. Спасателями принято считать те, кто достойно несет службу, выполняя долг, кто предан профессии и полностью отдается ей. Они заслуживают уважения, их труд достойн высокой оценки. София Бережная, Дород Букунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Модернизация производственного процесса – то, без чего сегодня сложно представить успешное функционирование предприятий. Время не стоит на месте, стимулируя и ускоряя изменения. Очень важно идти с ним в ногу. Понимают это и специалисты открытого акционерного общества «Берестейский пекарь». А потому, несмотря на уже имеющиеся успехи, на достигнутом не останавливаются. Постоянно расширяют границы своих возможностей, внедряют новые и современные технологии и разработки. Что, в свою очередь, помогает увеличить географию продаж и количество благодарных потребителей. К примеру, не так давно здесь освоили технологию шоковой заморозки хлебобулочных изделий. Технология шоковой заморозки хлебобулочных изделий в историческом контексте не нова. Первые попытки продлить срок хранения хлеба или батонов с булочками без ущерба их качеству появились еще в 30-х годах прошлого века. Однако, серьезное распространение процесс получил ближе к его концу. Сегодня же в Европе или, к примеру, Канаде, замороженный хлеб занимает порядка 80-90% рынка. Замороженный хлеб далеко не новинка. Вот и берестейский пекарь, идя в ногу со временем, установила на предприятии камеру шоковой заморозки с температурным режимом минус 35 градусов. С ее помощью температура мякиша понижается до минус 18, менее чем за 3 часа, при этом сохраняя все свойства хлеба неизменными. Технология шоковой заморозки обеспечивает сохранность качества свежего продукта. Само понятие замороженный хлеб обывателя пугать не должно. В непосредственно замороженном состоянии он находится только в период транспортировки или хранения. Перед продажей проводится процесс дефростации, разморозки. Дефростация хлеба, либо хлебобулочных изделий может происходить тремя способами. В естественных условиях, в районе 4 часов при температуре 18 окружающей среды, в печках, в духовых шкафах и в микроволновых печах, всем привычных для нас. Три вида разморозки. К слову, ни на вкусовых, ни на каких-либо иных свойствах продукта негативно шоковая заморозка не сказывается. Скорее наоборот, это дает возможность существенно увеличить сроки реализации без использования консервантов. Освоенная пекарем технология позволит существенно расширить географию экспорта. Первая пробная партия замороженной хлебобулочной продукции уже отправлена в США. 30-40 тонн ежемесячно уезжают в Российскую Федерацию. В активной фазе проработки, к примеру, Китай и Израиль замораживают продукцию в настоящее время на трех заводах пекаря. У нас сегодня три филиала работают по такой технологии – шоковой заморозке. Брест, Барановичи и Пинск. То есть первоначально, скажем так, это у себя применили Барановичи, а уже впоследствии опробировали, увидели, что перспективно, и уже взяли и Брест, и Пинск. Шоковая заморозка хлебобулочных изделий – сегодня для Беларуси понятие новое. Однако специалисты убеждены, пройдет несколько лет, и многие торговые объекты придут к тому, что работать с такой продукцией гораздо проще и выгоднее, чем держать свою мини-пекарню. Ведь после разморозки в специальной печи такой хлеб ничем не отличается от только что испеченного, а процесс занимает гораздо меньше времени и не требует серьезных затрат. А сейчас о других событиях и мероприятиях. Очередное нововведение всколыхнула белорусскую общественность в конце прошлой недели. На сайте издания СБ «Беларусь сегодня» была опубликована информация о том, какие изменения Министерство образования планирует внести в новую редакцию Кодекса об образовании. Среди них факультативные занятия в шестой школьный день смогут проводиться не только для старшеклассников, но и для учащихся среднего звена – пятых-восьмых классов. Увеличится комплектация. В местоположенных 25 теперь на уроках будет присутствовать на усмотрение администрации до 30 человек. Планируется сократить и количество видов учреждения образования. Но самое главное – теперь первоклассником сможет стать и пятилетний малыш. Именно этот вопрос вызвал большое количество обсуждений. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая встретилась со всеми сторонами открытого диалога и узнала их мнение о нововведении. Мы читаем по столбикам слова. Мы учим новые буквы. И нам тоже надо слушать много учителя. Уже в своем юном возрасте маленькая Полина знает – секрет успеха – это хорошая учеба. Как и ее одноклассники, она с удовольствием ходит в школу, каждый день пополняя свой багаж новыми знаниями. В основном в первых классах учебных заведений – шестилетки. Те, кому за время учебного года исполнится семь. Они уже не такие маленькие. Однако их детский мир еще не совсем настроен на то, чтобы 45 минут усердно слушать педагога, держать особое внимание. Тут-то учителям и приходится идти на психологические хитрости. Наглядного материала очень много, занимательного, наглядного материала. Иначе дети просто не будут слушать. И вообще дети, конечно, шести лет и семи очень отличаются уже. Они приходят во второй класс, они уже совершенно другие. Они уже готовы слушать учителя гораздо дольше времени, чем в первом классе. В прошлом году мне довелось вести курсы по подготовке к школе у моих же детей, которые сейчас обучаются в первом классе. Тоже, вы знаете, разница очень большая. Конечно, пятилетний ребенок и шестилетний значительно отличаются. Первый класс – это очень ответственный период, когда каждый малыш требует особого внимания. Причем как со стороны родителей, так и со стороны педагогов. Для того, чтобы ребенок был адаптирован к школьным реалиям, многие мамы и папы стараются перед поступлением в первый класс отдать его на курсы подготовки. Центр дополнительного образования детей и молодежи в этом случае предлагает целую комплексную программу, рассчитанную на один или два года. Дети пяти и шести лет серьезно отличаются между собой, говорят специалисты учреждения. И к каждой группе нужен свой особый подход. Ребенок пяти-шести лет, он в принципе сейчас нуждается в очень грамотном сопровождении в плане развития. Почему? Потому что скоро он станет школьником, и этот ребенок должен уметь очень много. И в первую очередь, как многие считают, не знать буквы и читать, счеты и так далее, а именно уметь учиться. У него должны быть развиты определенные навыки и умения в плане физическом, психологической готовности. Но у нас развивающее творчество, оно направлено на развитие мелкомоторики руки. Это то, что поможет ребенку потом писать в школе. Проблему с тем, в каком возрасте отдать ребенка на учебу, обычно испытывают родители, чьи дети появились на свет в сентябре. Сентябрьские в школу не берут. И это одна категория. Другое дело, когда мамы и папы считают, что их ребенок уже готов постигать азы школьных дисциплин в пять лет. Умеет складывать простые числа, собирать буквы в слова, чем не первоклассник. Однако, готов ли он психологически к встрече с новым большим коллективом и педагогом? Очень тяжело родителям научить детей учиться. Меня ребенок вообще не воспринимал как педагога. Хотя я сама воспитательница. И мне было очень тяжело заставить ребенка даже в пропись писать. Просто. И когда начала ходить сюда, она начала у меня просить, у меня девочка, начала просить у меня, и мама, давай почитай, и мама, дай я попишу в прописи. Поэтому я очень довольна. Внимательные, чуткие педагоги, которые умеют найти индивидуальный подход к ребенку. У меня ребенок очень такой активный, шустрый. И при этом усидчивость и желание учиться уже в этом, я вижу, результаты есть. То есть за эти полгода достаточно серьезные изменения, скажем. Особенно в плане усидчивости, хорошие результаты. Ему нравится здесь. Ему нравятся педагоги и сам класс, которым он занимается. Конечно, когда отдать своего ребенка в школу, решает каждый родитель сам. Однако в этом случае психологи советуют не надеяться на собственную интуицию. И прежде чем отнести документы, пройти комплексное собеседование. Специалист ответит, готов ли малыш к учебе, и даст несколько ценных советов, как помочь своему ребенку научиться учиться. Персональная выставка работ Тамары Денисовой «Война и мир Брестской крепости» открылась накануне в городе Надбугом. Почти полсотни картин отображают жизнь цитадели в разное время. В мирные годы и в период военного лихолетия. На торжественной церемонии открытия побывала и съемочная группа нашего телеканала. Церемония открытия выставки работ Тамары Денисовой состоялась в одном из залов Музея войны территории мира. По словам художницы, идея создать серию картин, посвященных крепости, родилась не один десяток лет назад. Однако приступить к ее реализации в полную силу удалось не так давно. Полгода Тамара Владимировна буквально жила в стенах цитадели. Результат труда – почти пять десятков картин, каждый из которых – признание в любви к священной земле. Конечно, я не останавливаюсь на этой тематике. У меня много замыслов, еще много сделать, крепости хочу. А стимул я эту выставку посвятила в шестидесятилетию музея. Тамара Денисова – художник-педагог. Более 35 лет она преподавала в Брестской детской художественной школе рисунок и живопись. За этот период ей удалось подготовить не одно поколение мастеров кисти, имена которых сегодня известны в Беларуси и за ее пределами. Нила Горченюк – одна из учениц – признается, именно Тамара Владимировна научила ее не бояться ярких цветов и смелых сочетаний, а еще черпать вдохновение в стенах Брестской крепости. Когда нас приводила Тамара Владимировна на пленэр, она говорила, что Брестская крепость – это ее самое любимое место в Бресте. И когда крепость красивая, летняя, зеленая, вот мы ее рисовали, увековечивали. Тамара Владимировна именно преподаватель пленэра, она живописец, который нас научил ярким краскам. Участники церемонии открытия отмечали, несмотря на военную тему, которую выбрала Тамара Владимировна, ее работы нельзя назвать тяжелыми или нагнетающими страх и ужас. Скорее наоборот, они излучают свет и дают надежду на будущее, вопреки любым, даже самым сложным обстоятельствам. Меня потрясло само содержание. То есть, как бы выставка сделана в крепости, то есть в этих вот казематах, и она посвящена крепости, и она настолько вот не давит, потому что обычно, ну, когда слишком много войны, оно тоже как бы тяжеловато, понимаешь. А тут у нее все-таки картины посвящены как бы теме Брестской крепости, но они такие светлые, вот чистые. Очень светлая выставка, хорошая. Мне понравилась. Молодчинка она, конечно. Выставка картин Тамары Денисовой будет доступна для брещан и гостей областного центра Брещена еще два месяца, по 20 марта включительно. Анастасия Стробко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. И это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов. Так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Напоминаем, Бук ТВ вы можете смотреть в базовом пакете интерактивного телевидения зала, включив 111 канал. Я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 22 января в Беларуси сохранится влияние теплых и неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтики. В Престе в воскресный день будет пасмурно, но без осадков. Синоптики отмечают туман, слабый гололед на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах нуля двух градусов со знаком минус. В понедельник, 23 января, республика будет находиться на южной периферии Атлантического циклона, смещающегося с Финляндии на Верхнюю Волгу. Ожидается кратковременные осадки, мокрый снег, дождь в утренние часы, день будет пасмурным. Туман, слабый гололед на дорогах гололедица – таков прогноз синоптиков. Температура воздуха минимальная ночью составит минус 1,3 градуса, максимальная днем 2 градуса ниже нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова